Интересы двух бизнесменов, жителей Плёса и туристов, столкнулись в одном месте. Вот у этого забора. В прошлом году здесь решено было строить кафе. Все разрешения были получены, подрядчик заложил фундамент. Но в один день стройка встала, ее запретил суд. Истец обратился в инстанцию, якобы заботясь об архитектурном облике Плёса и с жалобой на трещину в своем здании, пострадавшем в результате стройки. Истец утверждал, что стройка подменена реконструкцией. Сейчас, после завершения судебной экспертизы, мы и раньше это утверждали, сейчас можем смело утверждать, что это реконструкция здания, это не новая стройка. Поэтому все документы, которые были изначально нами оформлены, оформлены верно. И претензий тут к нам быть не может. Объект согласован с общественностью. Добро дал Павел Коньков. Но стройка все равно не идет. Первоначально мы планировали, и мы планировали, у нас были обязательства перед жителями города, перед руководством области сдать объект к началу туристического сезона, то есть апрель месяц. Это был крайний срок. Сейчас. Странная вышла забота, рассказывают собственники будущего строения. Хотели, чтобы здание не портило вид города, не мешало никому, а теперь любоваться забором в самом центре Плёса. Жители и гости будут весь туристический сезон. Два больших крупных инвестора в нашем городе не смогли договориться. Мы бы хотели, наверное, призвать, чтобы завершился эта эпопея. И еще одно красивое здание, которое в итоге было все-таки согласовано с общественностью Плёса, появилось в центре города. То есть я думаю, что оно никак не нарушит облик. Это мнение администрации. Собственник непостроенного кафе рассказывает, страдает он, нарушая обещания постройки. Страдают жители Плёса, вынужденные смотреть на забор. А истец не идет навстречу и уступки, вынуждая проводить новые экспертизы. Сумма ущерба, заявленная в иске, ничтожно мала по сравнению с неустойками, которые платит новый застройщик. Очень похоже, что здесь дело принципа. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.